Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы продолжим сейчас с вами говорить о Евангелии от Матфея и обратимся к 21 главе. С 21 главы, собственно, с рассказа о входе Господнем в Иерусалим, начинается заключительная часть евангельского повествования, заключительная, в общем, для всех четырех евангелистов. У Матфея есть некоторое своеобразие в его рассказе, и он отчасти дополняет его отдельными фрагментами, которые, может быть, хронологически не укладываются в эти рамки, но в целом общая канва соответствует тому исходному рассказу, который хранился и передавался в раннехристианской среде. И вот, стало быть, начинается эта часть Евангелия, рассказ о страстях и событиях вокруг страстей, начинается с рассказа о входе Господнем в Иерусалим. До некоторой степени мы не можем с определенностью датировать этот момент, хотя, в общем, практически очевидно, что это весна 30-го года, но вот все-таки более распространенная традиция предполагает, что это произошло за неделю до Пасхи, но вообще говоря, это указание до некоторой степени не вполне надежно, потому что дальше мы увидим разговор о том, что фарисей, садвики и синедрион рассылал саглядатаев, которые ходили за Иисусом чуть не с осени 29-го года, чуть ли не со времени преображения, собирали, как это называется, доказательства, улики, и в связи с этим, может быть, и не так поздно, чуть раньше мог произойти вход Господний в Иерусалим. Но в конечном итоге эта вещь для нас вполне второстепенная, и с точки зрения развития сюжета мы вполне можем удовлетвориться традиционным толкованием о том, что дело происходит вот примерно за неделю до Пасхи. Ну и, кроме того, еще обратим внимание, что именно этот путь толкования нашел отражение также и в богослужебной традиции нашей Церкви. Итак, мы видим с вами, читая рассказ Евангелиста Матфея, как Господь вместе со своими учениками приходит в Иерусалим. Перед этим, мы знаем из Евангелия от Иоанна, он вернулся из-за Иордана, зная о грозящем ему опасности. И, когда он решил вернуться, Фома сказал другим ученикам, пойдем и мы умрем вместе с ним, стало быть, по крайней мере, Фома. Да, и другие ученики тоже понимают, что это смертельно опасная экспедиция для Господа Иисуса. Он, тем не менее, вернулся, он воскресил Лазаря и вот входит в Иерусалим, в общем, вместе с толпой паломников, которые стремятся попасть в Иерусалим на Пасху. Обратим еще внимание на то, что Иерусалим был не таким уж громадным городом, однако же существовала у паломников традиция непременно совершать празднование Пасхи в стенах Иерусалима. Однако эта традиция не предписывала ночевать в стенах Иерусалима, тем более, что найти для этого помещения было достаточно сложно. И огромное количество, едва ли не все помещения в Иерусалиме сдавались буквально по часам в аренду в пасхальную и в предпасхальные ночи. Это называлось Галилейская Пасха, время, когда, собственно, вот галилейские паломники праздновали именно в стенах Иерусалима. И вот с такой приближающейся к городу группой, может быть, достаточно большой группой галилейских паломников и Иисус, его ученики, тоже приближаются к Иерусалиму. Здесь евангелист Матфей, как и другие евангелисты, помещает некоторое, я бы сказал, слегка расплывчатое такое свидетельство об истории с осленком. С ослом, которого отвязали у некоего забора ученики по повелению Господа Иисуса привели ко Христу, и Господь сел на него, приближаясь к Иерусалиму. И здесь, вообще говоря, обращают на себя внимание две важные вещи. Во-первых, как сообщает сам Матфей, и, по-видимому, это было общепринятым толкованием среди ранних христиан, это есть некоторая аллюзия на слова пророка Захарии, который говорит о приходе «Мессиси, царь твой грядет к тебе, кроткий, сидя на молодом осле, коль скоро лошади, да часто и верблюды тоже, в ту эпоху были исключительно военными животными, уж во всяком случае лошади использовались исключительно для войны, для нормальных мирных целей использовали либо ослов, либо мулов. Вот в пророчестве Захарии царь, который грядет на осле, это некоторый знак мира, знак того, что приходящий в Иерусалим к дочери, к дочери Сиона царь, это не завоеватель, которых и та эпоха, и любые другие эпохи знали в огромном количестве, но тот, кто действительно несет мир. И, в общем, для читателя, читателя Библии, читателя Евангелия, вот этого конкретного фрагмента, конечно же, ключевой смысл в рассказе об этом осленке именно этот. Иисус, мы не возьмемся с вами утверждать, насколько намеренно, имея в виду это пророчество, или по каким-то нам неизвестным причинам, вот считает нужным въехать в Иерусалим на осле. При всем том, тоже, знаете, я бы сказал, что это наименее пафосный способ вступления в город, потому что, если бы он двигался верхом на лошади или просто пешком среди восклицающих толп народа, это выглядело бы гораздо более торжественно. Осел в этом смысле очень здорово снижает, так сказать, пафосность всего этого события. Это одна сторона отдела. Другая важная, вот какая. Мы не очень понимаем, как там все произошло с хозяином осла. И когда читаешь, особенно первые разы, кажется немного странным, что вот осел этого человека стоял привязанный к забору, должен был там, вот он уже был, может, приготовлен на рынок везти какую-нибудь репку, понимаете. Вдруг приходят какие-то люди, отвязывают твоего осла, говорят, он надобен Господу, и уводят его, и этот осла же был хозяин, правда же, и вот этот хозяин его так свободно отпускает. Все же наиболее убедительное толкование этого места заключается в том, что, скорее всего, этот хозяин был знаком с Иисусом, и, весьма вероятно, существовала договоренность заранее между, может быть, Иисусом или кем-то из его друзей и вот этого хозяином осла, может быть, он сам был учеником Иисуса, о том, что в нужный момент в определенный вот придут люди, скажут некий пароль и заберут этого самого осла. На это важно обратить внимание, во-первых, чтобы мы с вами понимали, что есть люди в Иерусалиме тоже, как вот этот хозяин осла, как там, по-видимому, семья евангелиста Иоанна Марка, у которых в доме совершается тайная вечеря, которые были, если хотите, людьми, отвечавшими за там конспиративную квартиру, за какую-то такую вот подготовку входа Христа в Иерусалим, потому что многие понимали, что очень опасно то, что делает Иисус, и старались как-то помочь ему в этом. Это, в общем, важно понимать просто для адекватности картины. Еще тоже не будем забывать о том, что мы встречаем в Евангелии также свидетельство о том, что Иисус говорит ученикам, вы увидите человека, несущего кувшин воды, и вот к нему подойдете, он даст вам этого самого осла. Да, но вот в то время на Востоке воду в кувшинах из колодца домой носили женщины, и, пожалуй, единственная группа людей, в которой мужчины могли нести домой кувшин воды, были ессеи, были, вернее, даже сказать, представители этой пустынной кумранской общины, которые жили в Иерусалиме на таком своего рода подворье, той самой общине, в которой был воспитан анкреститель. Ну и поэтому некоторые толкователи видят во всей этой истории такой не слишком определенный намек на то, что вот эти самые ессеи, очень своеобразное мессианское движение в иудейской пустыне, отрицавшее храм как оскорненный алчностью фарисеев и садукеев, тем не менее, вот находившееся, вероятно, в некотором контакте с общиной Иисуса и его учеников. Конечно, для сути событий это тоже не имеет принципиального значения, но для того, чтобы понимать контекст, это действительно важно. Теперь дальше. Еще один момент, на который нельзя не обратить внимания, это то, что, собственно, восклицает толпа, которая приветствует Господа Иисуса при входе в Иерусалим. Эти люди расступаются на дороге и даже постилают свои одежды, постилают ветви пальм для того, чтобы меньше было пыли и грязи. Ну, потому что это же не мощеная римская дорога, да, и, соответственно, пыль и грязь на ней присутствуют. И вот они, эти люди, пришедшие, насколько можно судить главным образом, из Галилеи и, скорее всего, знавшие, кто такой Иисус. И мы, кстати, видим, что люди в Иерусалиме удивляются, спрашивают, кто это такой, кого так встречают с такими криками. И вот народ, те, кто шли вместе рядом с Иисусом по той же дороге на Пасху в Иерусалим, говорит, это Иисус, пророк из Назарета Галилейского. То есть эти паломники, встречающие Иисуса, знают, кто он такой. Сразу еще замечу, что в православной традиции толкования и проповеди существует совершенно безосновательное и неадекватное обыкновение говорить о том, что одна и та же толпа сначала кричит «Осанна, сыну Давидову», а потом кричит «По наущению Судугеев, распни, распни его». Это, конечно же, не так. Это две совершенно разные толпы, совершенно разные люди, которые абсолютно по-разному относятся к Иисусу, конкретно к Богу и к жизни вообще. Вот, приветствуют его галилейские паломники, которые в большинстве своем слышали либо проповедь Иисуса, либо свидетельство учеников о нем. И весьма вероятно, многие из них были свидетелями чудес, которые совершает Господь, или слышали о них убедительные рассказы. И вот, видя, что, наконец, Иисус приближается к Иерусалиму и входит в него явным, открытым образом, не тайно, как он это делал раньше, входя и выходя из города, так, чтобы это не бросалось в глаза, а некоторым явным образом, вот они произносят, восклицают эти слова «Асанна, сын Давидову, благословен грядущий во имя Господня». Это, собственно, исповедание Иисуса потомкам Давида, тем царем из рода Давидова, который будет действительно царем Израиля вовеки. «Асанна» — слово, которое означает, трудно его перевести на русский язык на самом деле, просто потому, что в нашем условии употребления нет чего-то подобного. Мы пользуемся самим словом «Асанна». Это не, как сказать, скорее всего, это призыв, который обращен к Иисусу «Спасай нас! Спасай же! Скорее!» И в то же время исповедание «Именно ты наш Спаситель, тот, кто несет освобождение своему народу». Ну и, конечно, как не раз в Евангелиях, особенно в Евангелиях Матфея, исповедание Иисуса сыном Давидовым — это именно признание того, что он Мессия Израилев, Спаситель мира, Христос. В конце концов, потомков у Давида достаточно много, и Иисус не просто один из этих потомков, а именно тот, который был обещан Богом как избавитель, благословен грядущий во имя Господне, именно тот, кто по воле Бога приходит для того, чтобы избавить Израиля. Собственно, именно потому, что это мессианское исповедание, да, фарисеи и саддукии, которым это очень не нравится, они боятся, что это примут все сейчас за массовые беспорядки и набегут эти самые римские стражи в шлемах с дубинками, ничего не меняется в этой жизни. И что сейчас начнут эти массовые беспорядки подавлять, и под дубинки попадут правые и виноватые, вот фарисеи, в общем, даже не столько говорят, сколько шипят. Иисусу прекрати, скажи им, чтобы они замолчали. Так и слышится такое вот злобное шипение, обращенное ко Христу. Первосвященники и книжники вознегодовали и сказали им, услышишь ли, что они говорят. Немедленно вели им прекратить это, замолчать. Вот и Господь, в отличие от, может быть, других подобных ситуаций, теперь, говорит, если они умолкнут, камни воззапьют. Это момент, когда уже невозможно замолчать. Если раньше он сам очень часто говорил, там, исцеленным каким-нибудь или избавленным от демонов, которые говорили, «Ты Христос, Сын Бога Живого», он говорил, «Иди, никому не рассказывай», теперь он говорит, уже невозможно не свидетельствовать об этом, если они умолкнут, камни воззапьют, потому что вот настал поворотный момент. Именно поэтому сюда Матфей помещает упоминание об изгнании торгующих из храма. Именно здесь, вот в 12 стихе, он сообщает читателю о том, что, войдя в Иерусалим, Иисус пришел в храм, там, опрокинул эти ларьки валютно-обменные, разогнал там продающих жертвных животных и так далее, и сказал, «Дом мой, домом молитвы наречется, вы сделали его вертепом разбойников». Матфей здесь не упоминает еще одну библейскую фразу, «Ревность по доме твоем снидает меня», но другие евангелисты в этом месте о ней вспоминают. И это, по мнению толкователей, пожалуй, всех с середины XX века и многих более ранних, это поворотный момент всего евангельского сюжета. Вот по какой причине. Понимаете, в конце концов, жители Иерусалима, израильтяне, иудеи, верующие в единого Бога, прекрасно понимали они, что в храме далеко не все в порядке. Они не были ни нравственно-порочными, какими-то ни бесчувственными, ни просто дураками. Они понимали, что вот вся эта бизнес-инфраструктура вокруг поклонения единому Богу, все то, чем так увлеченно занимаются первосвященники, так сказать, без отрыва от производства, все это кощунственно по отношению к вере, кощунственно по отношению к Богу. Некоторые из них, как тех же Ииси, вообще отказывались признавать Иерусалимские храмы его богослужения и уходили в пустыню, переставая совершать жертвоприношения. Некоторые, как скажем, египетские иудеи, тоже в конечном итоге поклонялись единому Богу. Там, в Египте, в Элифантине, и не хотели ходить в Иерусалимский храм именно из-за того, что считали его всерьез оскверненным. Люди отлично это понимали. Но при всем том, как правило, большинство, если не вовсе все, были убеждены, что не нам исправлять это искореженное, уродливое, нездоровое богопочитание. Опять же, вслед за пророком Захарией, которого Матфея уже здесь цитирует, у Захария ведь приходят два посланных от Бога. Царь и первосвященник, который исправляет все то, что происходит в храме, очищает храм, восстанавливает подлинное богопочитание. Тоже с этим связаны некоторые мессианские теории времен Господа Иисуса, о которых мы не будем говорить подробно. Но для нас важно помнить, что все окружающие, грубо говоря, все, ну, может быть, за редчайшими исключениями, уверены, что храм нуждается в очищении. Храм абсолютно не подобает то, что в нем происходит, особенно вокруг него, не подобает величию и праведности, и святости Бога. Но это очищение может взять на себя только Мессия, только тот, кто придет во имя Господне. И именно поэтому, когда Иисус, приходя в храм, совершает некоторое знаковое действие, символическое, в очень большой степени, это не столько говорит читателю о том, что Иисусу не по нраву была вся эта околохрамовая торговля, было бы странно, если бы она оказалась ему по нраву. В общем, это само собой разумеется, судя по всему, что мы о нем знаем. Но важно, что он в глазах окружающих, от первосвященника до самого последнего нищего, пришедшего из Галилеи на Пасху, позиционирует себя, как тот, кто имеет от Бога полномочия очистить храм от скверны. И именно поэтому чуть позже, через краткую вставку, Матфей рассказывает нам о том, что первосвященники и старцы народов приходят к Иисусу, говорят, какой властью ты это делаешь, спрашивая его, почему ты себе такое позволяешь. Но прежде чем перейти к этому, Матфей вставляет здесь не вполне связанный, на самом деле, со всем остальным повествованием рассказ о Смаковнице. И тоже сравнивая с рассказами других евангелистов, мы не можем быть до конца уверены, что реальное событие, во-первых, произошло именно в этот момент, может быть, несколько раньше, может быть, вообще не в этот год. Ну и кроме того, по-видимому, это очень неподробный рассказ о событии, потому что мы, по-видимому, только какие-то отдельные обрывки диалога Господа Иисуса с учениками здесь с вами видим, и вполне возможно, что смысл происходящего с этой самой засохшей Смаковницей, которую увидели ученики, не вполне совпадет с тем, что мы можем прочитать, с тем смыслом, который мы можем обнаружить, читая рассказ. И более того, Матфей здесь цитирует снова, повторяя слова Господа о том, что если бы вы имели в веру с горчичное зерно, сказали бы горе сей, поднимись, вергнись в море. Это слова, которые он и в другом контексте произносил, в частности, там, при исцелении мальчика, страдавшего лунатизмом. Поэтому были ли они впрямь повторены или сказаны здесь, или Матфей по каким-то ему известным, а нам неясным причинам их здесь поместил, сказать трудно. Ну и, в общем, лучше не гадать. Тем не менее, смысл, который мы можем прочитать из того рассказа, который у нас есть в том виде, каком он до нас дошел, вероятно, вот какой. Ну, вероятно. Я бы отнес это к рассказам из серии «Умрем, потом сами спросим». Но все-таки, возможно, речь идет о некотором ощущении у окружающих Иисусу людей, что все происходит быстрее, чем надо. Иногда вдруг какие-то бесноватые, которых он исцеляет, вдруг начинают кричать «Оставь, что тебе до нас! До времени пришел ты мучить нас!» Что значит «до времени»? Иногда в еще каких-то событиях, чаще все же из уст вот этих самых бесноватых, тем не менее, мы понимаем, что… Да, кстати, из поведения фарисеев тоже мы видим, что скорее окружающие склонны были думать, что что-то слишком рано, что-то слишком рано. Те же фарисеи полагали, что Бог пошлет сына Давидова, когда число соблюдающих закон Моисеев достигнет примерно двух третей народа Божьего. Вот. Я бы сказал, что это гораздо более милосердная цифра, чем принятые от лукователя апокалипсиса 144 тысячи. Ну, вот так фарисеи поэтому старались так проповедовать соблюдение, исполнение закона, что их мотивом было добиться, чтобы, наконец, число верных закону израильтян достигло двух третей, шеар, остаток Израиля, стал около двух третей, и тогда придет Мессия. Очевидно, что во дни Господа Иисуса весной 30-го года, о которой мы здесь читаем, это явно не было так. Поэтому и у фарисеев, в общем, тоже было, скорее всего, ощущение, что как-то это рановато. И вот в нескольких историях, вероятно, в том числе и в истории с засохшей смоковницей, речь идет о том, что Бог не подчиняется представляемыми нами ритмами, ритмам истории. У пророков иногда есть разговор о том, что сроки, когда произойдет это удивительное событие, и Бог пошлет избавителю народу своему, отмеренные. Но они отмерены у Бога, и так как они им отмерены, оказывается гораздо раньше, чем мы сами могли бы себе представить. Как в одной молитве Требника говорится, «Ты не мог видеть народ твой, угнетая, мучимый дьяволом, и раньше времени, до времени, послал сына твоего». И вот, вероятно, разговор идет о том, что да, еще не время собирания смокв. Да, когда Иисус подходит к этой смоковнице, а на ней одни еще листья, помним это, ну, скорее всего, апрель. Скорее всего, апрель. Какие смоквы? Рано. Но, тем не менее, важны не ритмы сияния, жатвы и созревания инжира, а время, когда пришел Иисус. Вот Он пришел. Это сейчас. Вот сейчас день спасения, как скажет потом апостол Павел. И вот после этого, повторяю, Матфей переходит к разговору о том, какой властью Иисус это делает. Собственно, спрашивают его первосвященники, старейшины, книжники. На что Господь говорит этим всем людям? Хорошо, я отвечу вам. Но для того, чтобы этот диалог был возможным, нужно, чтобы это был серьезный разговор о правде Божьей. Поэтому Он предлагает им некоторый пробный камень. Вот, крещение Аннова было от Бога или от людей? Собственно, в переводе на язык первосвященников и старейшин это означает, как вы считаете, вот в наше сегодняшнее время, ровно сегодня, Бог действует в истории своего народа? Не спрашивая вас, вовремя, не вовремя, рано, поздно, Бог действует? Или нет? Или вы откажетесь признать то, что не ваше время, не знать времена и сроки, то, что это возможно, действия Бога, которые оказываются неожиданным, непонятным для людей. И поскольку они из чисто политических соображений отказываются отвечать, ну, они побоялись народа, который считал, что крещение Иоаннова, конечно, было от Бога, ну, вот, поэтому они предпочли сказать, не знаем. И тогда Господь отказывается разговаривать на серьезные темы без серьезной интенции. Это тоже, на самом деле, очень важно, потому что ответ фарисеев делает весь разговор праздным, а праздные разговоры это не то, в чем участвует Господь Иисус. Наконец, дальше продолжает этот диалог с первосвященниками и старейшинами, членами Синедриода, насколько, по крайней мере, Матфей так рассказывает нам, насколько мы можем прочитать. И он спрашивает их о том, что на самом деле Богу надо. Действительно, реальное послушание или слова. Это совершенно потрясающе и ценное сама по себе, самодостаточное в каком-то смысле притча о двух сыновьях, которым отец говорит, идите работайте. Один говорит, да, хорошо, честно, пионерское, все, будь готов, и не пошел. А второй сказал, не хочу, не пойду, но потом устыдился и пошел. И вот, собственно, он говорит, фарисеям, мытаре и блудники прежде вас идут в Царство Небесное, потому что они были совершенно не готовы к тому, что Бог начнет действовать и вмешается в историю вот сегодня, вот сейчас. Но поверили и повернулись, их жизнь стала меняться. А вы остались в плену своих стереотипов. И, наконец, заканчивается эта глава еще одной тоже чрезвычайно важной притчей, которую Матфей помещает сюда, по-видимому, с должным основанием, хотя снова у нас нет абсолютной уверенности во времени произнесения этой притчи. Речь идет о притче о злых виноградарях, потому что, закончив, собственно, разговор с первосвященниками, и старейшинами, Иисус обращается скорее к окружающим людям и говорит им на языке, который большинство из них должно было понять. А уж, конечно, образованные люди, книжники, первосвященники, саддуки, фарисеи, вне всякого сомнения, потому что притча у пророка Исаии о том, что дом израилев возлюбленный виноградник господа Саваофа, эта притча была очень хорошо известна. И когда Господь говорит о хозяине дома, у которого был виноградник, все слушающие практически сразу понимают, речь идет о Боге и о народе Божьем, который является виноградником господа Саваофа. И вот Иисус говорит о том, что Бог много раз пытался, обращался к этим виноградарям, которым, кажется, в аренду, так сказать, был дан этот виноградник или в концессию, посылал своих слуг, тоже сразу все понимают, что речь идет о пророках, которых одних убили, других выгнали, и никто ничего не хотел слушать снова разговор о том, что это для фарисея может показаться неожиданным, что Иисус сын Давидов, пришедший сегодня. Но с его-то точки зрения Бог много раз посылал притечь предвестников, тех, кто должен был приготовить, провозгласить приход Христов. И обратим внимание, что здесь упоминается и анкреститель, тоже не зря ведь, который действительно пришел приготовить народ Божий к встрече с Сыном Божьим, и, наконец, Бог посылает Сына, и его тоже отвергают, его тоже отвергают, потому, что делателям этого виноградника нужен виноград, а не Бог. Нужна выгода, собственно говоря, от управления иудейской религией, то, о чем, собственно, только что шел разговор в рассказе об изгнании торгующих из храма. И вот очень тоже важную для читателя вещь Господь говорит здесь, что на самом деле вы забыли о том, что самым главным в домостроительстве Божьем, в том, на чем вообще все держится, оказывается камень, который отвергли строители, который строителям показался непригодным, кривым, плохим, маленьким, непрочным. Но вот то, что они отвергли, вот это самое важное. И, конечно же, он говорит о себе в этот момент. И он говорит о том, что в конечном итоге принадлежность или возможность для человека принадлежности к Царству Божьему проверяется его отношением к Господу Иисусу. Продолжение следует...